Еще 26 марта в нашем регионе вступило в силу постановление губернатора о запрете на работу мигрантов в общественном транспорте. С этого дня они не имеют права садиться за руль маршруток или автобусов, а максимум через два месяца работодатель должен был расторгнуть трудовой договор и сообщить об этом в миграционную службу. Однако отказываться от дешевой рабочей силы предприниматели не спешат, поэтому УФМС совместно с ГИБДД начали проводить рейды и проверять документы у водителей мигрантов. Соблюдение постановления, впрочем, не означает, что возить тверетян будут только граждане нашей страны. Запрет не распространяется на мигрантов с разрешением на работу или временное проживание, а также на выходцев из стран Евразийского союза – белорусов, киргейзов, армян и казахов. А вот за остальных водителей мигрантов для предпринимателей предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Жители города в основном такие меры поддерживают. Откровенно говоря, когда русский человек едет, у нас больше надежности, что он нас посадит, остановит и все. Введение запрета на водителей мигрантов должно снизить аварийность с участием маршруток. Около 80% ДТП происходит по вине именно иностранцев. Еще одна причина многочисленных аварий – огромное количество нелегальных маршруток. Эта ситуация, она нездоровая. В процессе перевозки у водителей происходят соревнования за пассажиров, а это влияет и на безопасность. Договор на перевозку пассажиров по 14 маршруту заключен с двумя предпринимателями. К ним предъявляется ряд требований. Вместительные автобусы, четкий график движения, льготы на проезд и, безусловно, налоговые отчисления. А вот такие газели работают сами по себе. Ни лицензии, ни графика, ни гарантии, что пассажиры в целости доедут до пункта назначения. Забота только одна – обогнать другие маршрутки. Они как хотят, так ездят и все. Администрация дает определенные квоты на машины, а это получается сверху квоты и всего остального. И, короче, сами понимаете, чем больше машин, тем больше проблем. Чтобы проблем все-таки стало меньше, представители администрации также участвуют в рейдах ГИБДД. Многие водители даже не понимают, за что их останавливают. В течение многих лет маршрутные перевозки были стихийными. Достаточно было купить машину, наклеить номер и зарабатывать, не платя ни копейки налогов. Как мы работаем, так и работаем. Уже я 12 лет работаю, это делаем. Так работаете-то без договора. Почему? Ну, как все работают-то, все. Объяснение «как все» в данном случае не работает. Разговор получается коротким. На водителя составляется протокол. Первый раз заплатить придется 2000, при повторном нарушении – 5. Для предпринимателей штраф солиднее – от 150 тысяч. Подобные рейды обещают проводить ежедневно, так что в ближайшее время или существенно пополнится казна города, или по Твери, наконец, перестанут ездить нелегальные маршрутки. Светлана Маркина, Илья Чечен, Виталий Осипов, Рентовый пилот.